Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Слава Богу всемогущему, слава Иисусу Христу нашему Спасителю Господу. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Слава Господу, Утешителю, Спасителю, Вдохновителю нашему. Сегодня я в молитве о предстоящем соборе. И призываю к этому всех вас, дамы и господа, братья и сестры, всех друзей церковной реформации, я зазываю сейчас на эту молитву, приглашаю к этой молитве о предстоящем соборе, реформаторском православном соборе, нашей конференции, нашем собрании этого года, 2018 года. Будет проходить 19 августа собор, воскресенье. 19 августа – это преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Так этот праздник называется в нашем церковном православном календаре. И наша церковь, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, как и, наверное, большая часть христианского мира, в Украине 100% большая часть христианского мира, 19 августа, мы вспоминаем как раз об этом чуде, преображение. И темой как раз этого собора я определяю, вот как архиепископ, как и главный спикер этого собора, именно преображение Господа. Да, вот сам этот эпизод будем зачитывать в Писаниях Нового Завета. Преображение вообще как таковое личности верующего человека. Будем зачитывать также тексты из Ветхого и Нового Заветов, потому что вся Библия так или иначе говорит именно об этом преображении. И свидетельства будут звучать. Я собираюсь также свидетельствовать о том, что Бог делает в моей жизни, в моей судьбе как христианина. Уже больше 30 лет несу служение православное, я как церковный священнослужитель. И знаете, за это время есть чем прославить Господа, за что прославить Господа, есть чем похвалиться в Господе, есть чем действительно, на самом деле, за что возблагодарить Его. И касательно преображения, личности преображения, жизни человеческой, судьбы человеческой. Да и не только служение мое православное. И в целом, если брать именно жизнь христианина, она действительно свидетельство вот этого преображения, личностного преображения. Но также вот этой темой собора будет не только преображение личностное, не только преображение жизни верующего человека в присутствии Творца, в присутствии Господа. Мы, кстати, будем зачитывать не только из, я говорил, Нового Завета, но и из Ветхого Завета примеры преображения, допустим, Моше, Моисея, пророка, когда он был в присутствии Творца, в присутствии Бога, в присутствии Авы нашего, Папочки нашего Небесного, Иеговы, Бога Авраама, Исаака, Якова. Он был преображен удивительнейшим образом. И когда он сошел, он даже не знал этого, просто-напросто он весь сиял, просто-напросто. И поэтому требовалось покрыть его покровом определенным, чтобы люди просто пугались, шуткали. Знаете ли, если в сцене с Иисусом в Новом Завете там было лишь три свидетеля, то здесь, конечно же, было масса свидетелей, они были все напуганы, более чем даже напуганы. Здесь у Иисуса хотя бы трое учеников, и они хотя бы больше, меньше, но как-то были к этому морально подготовлены. Они уже видели множество чудес таких, хотя и там в сцене с Моисеем люди уже видели кое-что, видели многие чудеса. Но к такому не подготовишься, это я знаю. Я знаю точно, сто процентов. К такому не подготовишься. И это всегда просто шокирующе. И Новый Завет, он говорит о преображении в сияние славы Божьей, в сияние Духа Святаго, в сияние нашего Господа, о преображении жизни верующего человека. Мы взираем на Господа и преображаемся в тот же образ. Все это будет звучать, дамы и господа, братья и сестры, дорогие друзья, церковной реформации. Но не только о личностном преображении, но также темой будет и преображение семей наших, общин, церквей, целых там конгрегаций, динаминаций, юрисдикций и прочих конфессий. Это тема реформации личностной, да, с одной стороны, с другой стороны, реформации церковной, общественной, вовне. То есть преображение, реформация, можно сказать, внутренняя и реформация вовне, внешне. Значит, в меж-таких связях, общественных связях, меж-начит, личностных таких связях, да. Это тоже великая тема, дамы и господа. Вот. И, конечно, вот основные такие направления. Поэтому те, кто из вас, кто смог быть в Киеве на конференции нашей, на соборе преображенском, пишите мне, пожалуйста, на имейл, один или второй имейл. Они обозначены, все контакты, все адреса, значит, все вот эти вот ссылки, они обозначены после каждого видео. Вот на моем этом канале Ютуба, архиепископ Сергей Журавлев. Под каждым видео, оно уже, как бы уже, есть такая заготовка, там все есть координаты. И в том числе, там есть такие вот ссылки, как можно, и не только молитвенно, но и финансово, не только словом, но и делом, участвовать в моем служении Господу в деле церковной реформации. Это очень важно. Поэтому особое отдельное спасибо и благодарность моя от Господа. Просто благодарю вас, вот и благооставляю вас. Все, кто не только словом, но и делом участвует в моем служении Господу, в моих этих миссионерских, просветительских поездках, вот, по всей Украине, России, Белоруссии, значит, Грузии, там, не знаю, другим странам, в основном бывшего Союза. Вот, слава Богу. Так что так, и кто будет в Киеве 19 августа, то добро пожаловать. Я сейчас молюсь о поездке в Украину, об этой вот очередной поездке, вот, и уже, даст Бог, уже на днях уже буду у нас в Киеве, в нашей Киевской архиепископии, вот, и время будет подготовки сейчас к этому собору. Вот, и собор будет проходить в центре города, где у нас проходит и богослужение, значит, станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6, с 9.00, начало божественной литургии, и все это будет плавно переходить в заседание соборное. Слава Богу. Да, молитесь, друзья, благоставляю всех вас во имя Господа Иисуса Христа. Да, и напоминаю, что, значит, если вы в Украине, то можете мое служение поддерживать с территории Украины, пополняя мобильный номер Киевстар, 096 96 2 6 6 75. Повторяю еще раз, 096 96 2 6 6 75. Вот, если вы в России, то можете пополнять номер МТС, российский, 915 код, о, ну, ну, вот так вот, да, 915 780 48 74. Чтобы не было никаких там ошибок, под этими видео уточните, пожалуйста, посмотрите, там есть все вот эти вот как раз координаты, значит, и контакты. Хорошо, пусть Бог благостает всех вас, дамы и господа, братья и сестры, благоставляю всех вас, и мы взираем на Господа нашего, Иисуса Христа, взираем на славу Божью, и действительно наш статус просто потрясающий, как сыновей и дочерей Божьих, как детей небесного нашего Отца и любовь Отца нашего, любящего, благостовенного, самого красивого, самого прекрасного, самого умного. Человеческому уму непостижимая любовь. Он во Христе примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступлений, их грехов. Вот эта любовь его, исцеляющая любовь, мы взираем на нее. Это любовь, которая действительно преображает наши судьбы, наши жизни. Об этом и все вот эти дни подготовительные к собору буду говорить, безусловно. А, кстати, накануне собора, в субботу, будет такой предсоборный шаббат. Суббота, день Господний, который будет посвящен как раз именно предсоборному такому размышлению, такому уединению с Господом. Вот. И, в общем-то, планирую делать трансляцию, прямую трансляцию всего этого дня, субботнего, вот именно этих размышлений, этого предсоборного такого вот уединения. Я, значит, ну, не весь день, конечно, потому что надо время, на самом деле, и для реального уединения с Господом. Ну, и когда будет возможность именно такая, когда Он позволит, одним словом, быть не только с Ним в уединении, но еще и вот быть в эфире с вами, то я буду подключаться, вот, и буду делиться тем, что Господь говорит. Слава Богу! Это очень важно, считаю, это очень нужно. Вот, благословеннейшее время, вот, и, ну, а накануне, значит, это я говорю о 18 августа, а накануне 17 августа, пятницу вечером, будет РФ Шаббат, подключение, я планирую быть на Подоле, там, значит, где проходит киевско-еврейский мессианская община РФ Шаббат, вот, и, конечно же, на левом берегу, на Киото буду делать включение праздничные такие. Слава Богу! С Халой кедуш будем поднимать, и Бога за все благодарить, слава Господу! Вот, друзья, если кто имеет возможность быть в Киеве 19 августа, то приезжайте обязательно. С 9 утра, напоминаю, если вы к 9 утра не успеваете транспортом быть в Киеве, то, значит, не переживайте, подключайтесь, вливайтесь в заседание соборное в 10 утра, в 11, если даже под конец приедете, вы свое получите благословение обязательно 100%, но желательно, конечно, быть с самого начала, с 9 утра, потому что будут часы, значит, ну, как начало обычное нашей литургии, хлебопреломление, причастие, евхаристия божественная, тело и крови Иисуса Христа, и напоминаю еще тоже, потому что вопросы тоже об этом звучат время от времени, те, кто уже бывали на наших соборах, те, конечно, уже вопросов таких не задают, вот, но кто еще не бывал, то, конечно, вопрос такой звучит часто у людей, вот, а причастие, для кого вы преподаете, кто принимает причастие, я говорю, все, 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 кто верует в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа Спасителя, Искупителя, принимает его божественную жертву, вот, любовь Отца, принимает спасение Господне, одним словом, все спасенные, все дети Божьи, сыны и дочери, дочери Божьи, вот, независимо от конфессии, деноминации, независимо от нашего обряда, традиции, вот, и мы причастие совершаем, вот, берем плод виноградной лозы, ну, на практике чаще всего сок, просто виноградный сок, да, вот, благооставляем, значит, и хлеб, либо маца, либо любой другой хлеб, вот, но самое главное, некачество хлеба, я хочу напомнить об этом, и не качество вина, а самое главное, качество нашей веры, качество нашего размышления, потому что, наше размышление о теле и крови Христа, рассуждение о теле и крови Христа, это самое определяющее, самое главное, самое основное, потому что можно съесть самый качественный хлеб, выпеченный прямо в Иерусалиме, где-то, может, значит, знаете ли, можно пить самое, там, дорогое вино, значит, выросшие, виноград, выросшие, прямо, значит, непосредственно в Израиле, Но никакого толку не будет, если не будет размышления, рассуждения достойно о теле и крови Иисуса Христа. А размышления достойные, чтобы благоставения не проходили мимо, как Павел писал Коринфянам. Знаете ли, потому что многие и болеют, и умирают даже немало. Почему? Потому что благоставения проходят мимо, ну, знаете, как с гуся вода. Вроде как бы, значит, я там был, как в сказках русских пишут, да, в конце. И я там был, мёд, пиво пил, Павел сам текло, в рот не попало. То есть, вроде как бы, значит, Павел сам течет, вроде бы, значит, а в рот не попадает. Ну, глупость. Знаете, вот, нехорошо, когда христианин, он вроде как бы, значит, ну, в таком, в атмосфере присутствия Бога, значит, в таком, в окружении такого помазания и Духа Святаго, и однако же, ну, сухой из воды выходит. Несчастье это. Вот. И чтобы такого не было несчастья, нужно рассуждать о теле и крови Иисуса Христа. Это рассуждение достойное, правильное рассуждение о теле и Христа, это то, что благодатью я спасён. Я спасён через веру в Иисуса Христа, что кровь Иисуса Христа была пролита за меня, за мои грехи, не только за весь этот свет. Да, за весь этот мир была пролита кровь Иисуса Христа божественная. Но, а что с тобой этому миру? Великое благословение, когда мы принимаем это. И поэтому благочестиво размышлять именно так, что кровь Иисуса Христа была пролита не только за весь этот мир, но за меня лично. За меня лично кровь Иисуса Христа была пролита. Иисус, умирая на кресте, думал, мечтал обо мне. Он любил меня, и Он совершил то, что Он совершил. Духом Святым принёс Себя непорочного Богу. И эта величайшая жертва за меня была совершена. Это просто мой статус поднимает просто до облаков, до Господа, до престола славы. И Его тело было ломимо божественное за меня лично. Не только за весь этот мир, не только за весь человеческий род. Нет, не только за всё там прогрессивное человечество. Нет, за меня лично. И я принял это. Я принял это и живу этим. Я спасён через веру в Иисуса Христа. Я спасён Христа моим, Господом, Искупителем моим. Я Его Сын. Я благоставлён всеми благоставениями. И не только, понимаете ли, многие христиане нечестиво размышляют об этом, к сожалению. То есть полуправда бывает хуже, чем ложь. Некоторые христиане, да и многие христиане, чего греха таить. И наши православные, и протестанты, и католики. Многие, к сожалению, мыслят так, что Бог, Он забрал наши грехи. Это хорошо, это правильно, но это полуправда. Это ещё не вся правда. Вся правда в том, что Он взял наши болезни, немощи, и ранами Его мы исцелены. Вот самое великое благоставение. Всё, нет проклятий, нет ничего, всё Бог взял на себя. Вот это благочестивое размышление, это полное размышление. Это не полуправда, это сама правда. Это не полуистина, это сама истина. Истина в Иисусе Христе, дамы и господа, братья и сёстры. И вот таким образом размышляя, принимая причастие, тело и кровь Иисуса Христа, тогда действительно воистеление души и тела, тогда действительно благоставения, они не проходят мимо. Ха, они в нас верующих. Слава Господу Христу. Благоставляю всех вас, братики и сестрички, дочечки и сыночки нашего любимого папочки. Потому что Дух Святой взывает в нас, к Богу, не просто отец, а ещё папочка. Ава, отче, Ава, значит, папуля, папенька, по-украински. Татусь, татусь, таточку. Слава Богу, спасибо Господь. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо Господь. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. 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 Аллилуйя.